Сейчас я быстро на своем примере покажу, как и зачем пользоваться сервисом AirBnB, про который я в последнее время часто говорю. Итак, сначала вам нужно зарегистрироваться по ссылке под видео и установить приложение или воспользоваться десктопной версией AirBnB. Итак, вот оно приложение, заходим в него, вот такой вот значочек AirBnB. Оказываемся на таком экране. Значит, дальше нам нужно написать, где мы ищем жилье. В моем случае Чиангмай. Отдельно нужно Чиангмай, Таиланд. Дальше нужно выбрать Stays Experience Adventures, потому что сейчас, кроме жилья, Stays, собственно, еще есть всякие там экскурсии, activities и так далее. Нажимаем Stays. Он нам говорит 300 с плюсом, да, предложений. Дальше мы начинаем настраивать. Заходим в даты сначала, да, выбираю, к примеру, с 7 по 9 на 2 ночи мне нужно. Уже фильтруется часть жилья и становится его меньше. То, что забронировано, оно, собственно, не покажется. Дальше выбираю количество гостей 2. Соответственно, не покажется то, что рассчитано на одного гостя. И нажимаем еще фильтры. Заходим, здесь появляется более точная настройка с множеством фильтров. То есть я, например, выбираю, я хочу, чтобы был Wi-Fi, кондиционер. Так, что еще мне тут важно из этого? Цена. То есть я ставлю, например, 10-15 долларов. То есть это такой нижний предел, но, в принципе, всегда за эту цену что-то там можно найти, потому что появляется новое жилье и какие-то спецпредложения. Дальше я хочу, чтобы это было отдельное помещение, отдельное место, поэтому я entire place выбираю. Также тут есть отдельная комната в общем доме, отельная комната и общая комната. То есть там с кем-то ее надо будет как-то делить, да, в митре и все такое. Дальше можно выбрать кровати, комнаты, ванны. Это, например, если большая компания или семья, и вам нужно всех разместить удобно. Ну, еще много всяких настроечек там, что там нужно, чтобы было или чего не было. Вот, окей. На данный момент он показывает, что 19, 19 предложений активно по моим фильтрам. Вот, дальше мы видим их в виде вот такого списка. То есть здесь что-то написано, описание, цена стоит, рейтинг, цена за ночь и цена общая за то количество ночей, которые были поставлены. И можно вот так вот свайпить, смотреть, как это помещение выглядит. Смотрим первое, вот второе. То есть сразу можно визуально отсекать, да, то, что не нравится. Например, вот это мне не очень нравится. Вот это смотрим, ну, тоже что-то такое непонятное. Хотя можно, в принципе. Вот, вот здесь, например, только одна фотография, ничего не свайпается. Соответственно, значит, это или плохо настроенная, или хост какой-то там неопытный. Ну, в общем, непонятно, как это выглядит без фотографий. Так, опять то же самое. Вот это какой-то, видимо, одного владельца много комнат, или он так вот их рекламирует, сделал даже вот с какими-то обложками достопримечательностей. Но комнаты те же самые фотографиями видно, он как бы не постарался разнообразить. И комнаты так себе, значит, это тоже-то же самое. Пролистываем. Вот еще интересно. Какой-то домик, судя по всему. Вот мы заходим в объявление, и можем видеть, кто сдает, описание, contact host можно связаться. Что там есть из, то есть, значит, есть спальня с двумя поверхностями, матрас и кровать. И есть какое-то вот общее еще место, и тоже есть матрас. То есть, можно использовать, если людей больше. Есть кухня, Wi-Fi, паркинг, еще что-то. И вот целый список еще того, что там есть. Окей, с этим разберетесь. Дальше, location. То есть, появляется карта, мы тыкаем, и нам показывают радиус, в котором находится это жилье. То есть, точный адрес вы не знаете, только после бронирования вы его получите, точку. Вот, это как бы для вашей безопасности, чтобы вы через сервис бронировали. Такая официальная позиция. Собственно, это далековато от города, поэтому, наверное, оно свободное и недорогое. Но если вот с транспортом, как я, то, в принципе, не проблема. Здесь какие-то детали, правила и так далее, которые можно посмотреть. И вот, отзывов нет. Соответственно, это, значит, новый листинг, и поэтому на него там хорошая цена. В принципе, можно нажать сердечко, сохранить его в лист. Я его вот сохраню в лист. У меня уже есть по, где-то тут был, по Чангмай. Вот Чангмай. Сюда вот я его сохраню. Чтобы он у меня остался, его не искать второй раз. И еще было неплохое вот это. Вот я уже до этого его сохранял. То есть, тоже можно зайти, посмотреть фотографии, оценить, как выглядит место. Какие там удобства, как выглядит там ванная комната, есть ли рабочие поверхности, что там вокруг. Вот, вид из окна. Какая-то тут еще вот есть стол со стулом. То есть, мне это нужно, чтобы работать за ноутбуком. Ванная своя. Вот, соответственно, там душ видно. Раковина. Ну, в общем, такая небольшая студия. С кроватью. И еще матрас дополнительный. Вот. Окей, значит, если, например, нам все подходит, то мы можем еще посмотреть вот здесь. Price breakdown. То есть, полную, да, как бы стоимость со всеми сборами. 25 долларов за две ночи. Cleaning fee – это за уборку 8 долларов. И сервис fee – это то, что мы платим Airbnb 4 доллара. Вот. Соответственно, какой тут лайфхак, что Cleaning fee, он на количество дней, он не поднимет на все время, на которое вы снимаете квартиру. Соответственно, если снять на неделю, то тоже будет 8 долларов. И если на один день снять, то тоже 8 долларов. Ну, соответственно, это будет очень сильно влиять на цену. Да, если снимаете на неделю, то эти 8 долларов – это как бы ерунда получается. Вот. На один, на два дня – это, конечно, ну, получается, там, значительно влияет на стоимость. Вот. 37 здесь получилось общее. Здесь 37. Или вот другой вариант, собственно, который 12 за ночь. И если price breakdown мы заходим, то здесь только сервис fee – 3 доллара мы платим Airbnb. И, в принципе, больше никаких дополнительных платежей. То есть здесь цена good, нормальная. Вот. Еще раз, почему и зачем Airbnb? Во-первых, это удобно и очень быстро. И очень много жилья в разных странах, в принципе, есть в сервисе. Вот. И, в общем-то, главное – это удобно пользоваться. Второе – это безопасно. Основная тема, что всегда можно написать в поддержку. И, там, на горячую линию позвонить, написать Airbnb. И обычно всякие спорные вопросы, они решаются в пользу нас, так как мы платим за жилье и платим сервису. Мы покупатели. И, соответственно, как бы наши интересы в приоритете. Соответственно, если какой-то вопрос безопасности или что-то там не работает, и хост не хочет решать этот вопрос, или вы там не можете найти указано место неправильно или еще что-то, вот, вы просто связываетесь с поддержкой и в основном возвращают стоимость и решают этот вопрос. И хосты тоже дисциплинируются, потому что их могут удалить их объявления, им придется заново его делать, заново восстанавливать рейтинги и так далее, и так далее. В общем-то, они дорожат, особенно те, у кого есть уже хорошие отзывы. Вот, поэтому Airbnb это довольно удобно и безопасно в плане того, что наши, как бы, платежи, наши деньги защищены, и всегда можно потребовать вернуть, если что-то там пошло не так. Так, ну вот так, значит, выглядит профиль, здесь вся ваша информация, можно платить в том числе PayPal, что очень удобно, то есть у вас автоматически списывается. Вот, и да, бронируйте, устанавливайте приложение по ссылке, которое в описании, тогда вам бонусных, там, 33 доллара придет на первое бронирование, которое вы можете использовать, у меня тоже там бонус будет небольшой, В принципе, все. Если что-то еще непонятно, напишите, я или еще видос запилю или лично отвечу, там, помогу разобраться с приложением, как оно работает, или, может быть, какие-нибудь советики дам. Все, всем спасибо и спокойной ночи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!